Горы овечьей шерсти, из которой уже через три дня будет шита настоящая кавказская бурка. Рохотинцы так и говорят, нужно три дня и три женщины. Правило изготовления бурки напоминает рецепт изысканного блюда. Особое внимание уделяется качеству сырья. Первым делом покупают хорошую отборную шерсть, затем перебирают и сушат. В таком виде первоначальная шерсть поступает к нам после стрижки баранов. Черная, белая, серая, всякая разная. Здесь мы ее отбираем, значит идет отбор. Вот это, например, будет короткая, второй сорт. Процесс изготовления бурок очень тяжелый, но благодаря некоторым инновациям три женщины успевают сделать три бурки в день. Главные инструменты для изготовления бурки – это, конечно, рабочие руки. Вот тот самый лук, но из него не стреляют, а пытаются размягчить шерсть и очистить ее от лишней грязи. Я сейчас попробую это сделать. Правильно? Резко делайте, не бойтесь. Ну, бурщица из меня... Вот, уже чуть-чуть закрепляет. Полученную разрыхленную шерсть кладут на брезент и смачивают горячей водой. Чтобы мелких складков не было. После того, как ее уже разложили на полу, женщины сворачивают ее вот так вот в рулон и начинают раскатывать. Чтобы руки не болели, бурщицы надевают вот такого рода на рукавники и приступают к делу. И так сотни и сотни раз в течение нескольких дней полотно обкатывают и бьют руками, кожа на которых краснеет, покрываясь множеством мелких ранок. Работа тяжелая, но другой в селе просто нет, говорят в урочных дел мастерицам. Ну, что делать? Работать надо все равно. Хоть мало, хоть много. Семью кормить надо. Заводов нет, фабриков нет. Единственное, что это у нас осталось от предков. Кормилица наша. О! Поехали вперед. Вот так. Седра Тумаханова родилась и всю жизнь прожила в родном селе Рохота и с 16 лет делает бурки. Женщина признается, что молодежь не хочет этим заниматься. Многие считают их работу грязной и слишком тяжелой. А главное, много денег на этом не заработаешь. Молодежь сейчас особо не интересуется этой работой. Нет. Раньше интересовались. Со школы пришли, ну, как сказать, как трудовые. Были же уроки трудовые. Приходили, все это было. Сейчас нет. Сейчас большинство стремятся учиться куда-нибудь дальше. Что-то такое. Цивилизованность уже, короче говоря. Это говорит ее коллега по цеху Анастасия. Русская по национальности. Она, выйдя замуж за дагестанца, не нашла другого занятия в селе. Зарабатывает мастерица этим тяжелым трудом 500 рублей в день. Но по сельским меркам, признаются женщины, деньги немалые. Во-первых, работа нравится должна. Во-вторых, на самом деле, у нас здесь в селе другой работы нет. Только если заниматься бурками. Но ими тоже особо много никто не занимается, потому что работа трудная, тяжелая и вредная. А сколько вы получаете в день за свою работу? Одну бурку 500 рублей. За то, что мы ее делаем. Заканчивают шерсть свой тернистый путь в пошивочном цехе. Здесь, собственно, войлочное полотно и превращается в привычную на вид бурку. Знаменитые рахатинские бурки, которые заказывали даже для легендарных кубинских революционеров Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевара, были известны раньше по всему миру. К сожалению, сегодня о былой славе только воспоминания. Ведь и ныне они уже не пользуются большим спросом. Спроса сейчас мало. Поэтому по заказу работают. А кто в основном заказывает? В основном на Москву идут. На подарки. На сувениры в основном? Да, сувениры. Чабани тоже берут. Это их дом считается. Али Магомедов признается, такие фабрики нужны селам не только, чтобы сохранить промысел, но и для того, чтобы сельским женщинам было где работать. Ведь вечно живое народное производство, пережившее немало потрясений, не должно угаснуть.